Музыка Будем свято беречь православную веру и традиционные семейные ценности. Так кратко и емко высказался президент Молдовы на Всемирном Конгрессе Семей, который впервые принимал Кишинев. Мероприятие прошло с большим размахом и, что особенно важно, там были обозначены наиболее злободневные проблемы, которые пытается решить молдавское общество. А их, согласитесь, немало. Сегодня мы будем об этом говорить и обсуждать пути решения. Вы смотрите Полюс. Здравствуйте! Я представляю моих гостей, которые добрались сегодня до Полюса. Александр Одинцов, представляющий здесь партию социалистов Республики Молдова. Добрый вечер! Виталий Шинкарь, протеерей, клирик Свято-Георгиевского храма Кишинева. И вам здравствуйте! Лилия Шаламей, наверное, не нуждается в особом представлении, народная артистка Республики Молдова, актриса и педагог. Здравствуйте! И вам здравствуйте! Ну, начать нашу программу я предлагаю с беседы с еще одним моим гостем. Его зовут Никита Присакарь, ему 10 лет. Он учится в Кишиневском лицее, а вот его папа работает в Великобритании. И так продолжается уже 9,5 лет. Давайте встретим Никиту. Он немного волнуется, ведь это его первый в жизни прямой эфир. Здравствуй, Никита! Здравствуйте! Здравствуйте, пожалуйста! Ну, во-первых, большое спасибо, что ты к нам сегодня пришел в эфир. Я знаю, что твой папа работает в Великобритании, так? Да. Скажи, пожалуйста, а как часто он приезжает домой? Мой папа очень редко приезжает домой. Ну, вот как? Вот раз в год, два раза в год? Очень редко два раза в год. Два раза в год максимум, да? Да. А вот ты скучаешь по нему? Я очень скучаю по нему. А мама? Мама тоже. И как вот вы так собираетесь, наверное, и вспоминаете, да? Вот звоните, вы что-то делаете? Да, мы звоним. Звоните, да? Вот вообще, как вы общаетесь с ним, когда он там, а вы здесь? Каждый день, в 7 вечера мы звоним по скайпу и разговариваем с ним. У вас такой ритуал? Да. А вот когда он сюда приезжает, как ты с ним проводишь время? Мы ходим в кино, в парк. Папа помогает маме с готовкой. Вот так вот. Скажи, пожалуйста, а вот чего тебе не хватает больше всего, когда папа уезжает? Ты скучаешь по играм с ним, по общению, может быть, он уроки тебе помогает? Больше всего я скучаю по общению. Да? Потому что вы с ним большие друзья, наверное? Да. Вот если бы у тебя была волшебная палочка, и у тебя была бы возможность загадать одно желание про папу, о чем бы ты попросил? Чтобы папа приехал и никогда не уезжал. Я тебе скажу по секрету. Я вот говорила перед эфиром с твоей мамой, но очень скоро вы с мамой полетите к папе в гости, там вы увидитесь, и будете играть в игры, и будете очень-очень много обсуждать. Я думаю, что он приготовил для тебя много-много подарков. Ну а пока позволь тебе подарок подарю я от всего нашего телеканала, чтобы ты не грустил. Спасибо тебе большое. И с премьерой тебя на нашем телеканале. Спасибо. Спасибо. Вот так. Вот, уважаемые мои гости. Это история массовая, согласитесь. Это не единичный случай. Это вообще такие испытания. У нас очень многие семьи проходят. И это тема еще и конгресса. Потому что вот самое большое испытание, которое проходят сейчас в молдавской семье, это вот это. Очень многие родители уезжают работать за границу, оставляют детей. И об этом говорилось на конгрессе. Вот мне интересно ваши комментарии, ваши впечатления. Отец Виталий. Я хотел бы сказать, во-первых, что выражаясь языком и человеческим, и христианским, истины всегда не приложены. Они одинаковые. Но каждая эпоха требует дать ответ на всякие недоразумения, на всякие невозможности или всякие изменения жизни, которые приносят саморазвитие человечества. И вот семья, конечно же, не может быть той, как мы ее знали еще сто лет назад. Хотя сама правда о семье остается той же. Мы должны четко понимать, что мы живем в мире, где вызов семье брошен. И это не случайность. Это не просто изменение экономической формации жизни, когда люди вынуждены искать хлеб насущный далеко. Это сама ситуация жизни, когда семьи заводятся поздно, потому что нужно карьеру уложить. Это мир, в котором изменились отношения, в том числе и между полами. Когда мы сегодня понимаем, что невозможно строить семью по каким-то глупым форматам, кто старше, кто больше, кто главный, кто не главный. Это не просто ситуация, которую мы переживаем временно. Мы понимаем, что это данность, с которой нам жить еще не один десяток лет наперед. И мы должны для себя ответить, что же есть в этом смысле сегодняшний брак. Как его строить, как вообще эту ситуацию в жизни применять. Потому что если рухнет семья, то, наверное, в мире больше не останется институт или островка, где человек был бы психически и просто по-человечески здоров. Внутри семьи формируется самое важное, что только возможно в человеке. Формируется наше умение перестать быть эгоистом. То есть это некое прилежание себя на службу другому. Это умение центр жизни сделать не из себя, а из другого. И как бы то, что мы сегодня наблюдаем, это действительный вызов, на который у нас не всегда готовы ответы. И множество вещей нам категорически непонятно. Вот как, например, с этим замечательным мальчиком, которого мы сегодня видели. Какой ответ в этой ситуации? Ведь нет человеческого решения. Ведь мы понимаем, что тут экономическая ситуация скоро не наладится. Мы понимаем, что здесь идет какое-то сложное противостояние системных таких сил, которые вместо того, чтобы создать жизнь здесь, ввергают нас в хаос каких-то идиотских споров, руганий. И мы глубоко не здоровы. Мы как общество глубоко не здоровы, глубоко не солидарны. И, конечно же, здесь как никогда важен вот этот механизм, внутри которого мы поможем, мы что-то сделаем для нашего мира. Любой форум, любой конгресс, любое действие я признаю и приветствую все, что принесет мир. Все, что принесет мир, потому что мы перед бедой. Спасибо. Лиля, вы сказали вот до слез. Это была ваша фраза, когда вы поняли. Да, смотрела нашего юного гостя. Это трогает до слез, потому что я тоже мама, я воспитываю ребенка. И представляю, каково это. Мальчику 10 лет, папе 9 лет нет дома. То есть мальчик не знает эту ласку, не видит вот эту модель постоянную изо дня в день. Понятно, что у них крепкие отношения. Раз за вот эти 10 лет семья сохранилась, и они общаются. И вы знаете, вот эти самое большее, что может быть в данном случае, это их скайп-общение и вот эти визиты папы. Но сейчас за вот эти годы, как становление нашей республики, получается, что у нас растет такое поколение виртуальных детей, которые, может быть, уже не знают, как знакомиться нормально, как ходят в гости с семьями друг к другу. И мне кажется, что это огромная проблема. Вот именно отсутствие человеческого фактора уже многое становится только виртуальным, к сожалению, потому что семьи распались, они разъехались, у них только коммуникация, интернет. Это вот такая вот семья на расстоянии. Да, на расстоянии такой гостевой, знаете, гостевые семьи, скажем так. Ну, можно и так, наверное, назвать. Господин Одинцов, скажите, пожалуйста, вот этот конгресс поднимал в том числе и эту тему. В этом и есть главная польза форумов такого уровня, либо еще есть? Я хочу, наверное, так сказать, вот отец Виталий абсолютно прав. Мы сталкиваемся в современном мире, ну, во-первых, с атакой на человека, то есть полностью пытаются переформатировать понятие вот женщина, понятие мужчина. Абсолютная переформация идет, то есть противоестественная, вот попытка программирования заново. То есть у нас есть вот биологическое тело, но разум полностью перепрограммирован. Мы доходим до того, когда вроде бы здоровый мужик ощущает себя женщиной и так далее. Это вроде бы отдельная тема для разговора, но это идет также атака на, вот классическая теория, что такое семья. Семья – это ячейка общества. Вот атака на эту ячейку общества для того, чтобы переформатировать полностью общество. И мы видим, к чему это приводит на Западе. Абсолютная деградация всего общества, неумение защищать самого себя приводит к тому, вот если вы помните, что касается роли мужчины-женщины, когда в Кельне, в Германии были изнасилования, там многие немецкие женщины говорили о том, что ее здоровый муж по два метра не мог защитить, потому что мужчина перепрограммирован, он не чувствует себя внутри мужчины. А нашу маленькую Молдову, как и постсоветские страны, как Литва, Эстония, вот вопросы семьи и ячейки этого общества – это вопрос выживания. И то, что президент инициировал такой форум, это огромнейшее, это нельзя переоценить, это огромнейшее благое дело. Кроме того, что это реклама нашей маленькой Молдовы на весь мир, а многие из тех людей, которые были гостями на форуме, они впервые были. Да, там было широкое представительство. Более 40 стран. Да, 40 стран, и причем достаточно очень серьезное представительство. Гость-секретарь Святого Престола Ватикана, представитель патриарха Кирилла. Патриарх Кирилл сам не смог присутствовать на самом, но он будет позже, насколько мы знаем, в октябре по приглашению президента. И вот само проведение этого форума у нас в Республике Молдова – «А, это реклама всей нашей Республики рас» и попытка решить проблемы. Давайте вспомним буквально, если ошибаюсь, весной этого года или по инициативе президента проводился научный форум в Академии наук о демографии в Республике Молдову. Академики наук, абсолютно научная цифра, есть развилка, при наиболее благоприятном раскладе дел в Республике Молдова в 2030 году у нас останется 2,5 миллиона человек. При наихудшем раскладе останется 2 миллиона человек. У нас идет миграция населения, люди уезжают отсюда из-за плохих условий и так далее. У нас люди боятся рожать детей, у нас люди боятся заводить семьи. Статистика разводов, каждая вторая семья в течение года распадается. Почему? Потому что наше общество больно. Потому что наше общество теряет основы, вот азбука, вот как раньше было человекоделенное, вот азбука, что такое семья, что такое мужчина, что такое женщина, то, что принималось с детства, вот мы это теряем. А самая большая беда, и социологи, и криминологи, к сожалению, говорят о следующем. Вот молодой человек, 10 лет, я уверен, что у него прекрасное воспитание, а сколько детей, которые, к сожалению, лишились нормального воспитания, и они получают деньги родителей из-за границы, пусть это небольшие деньги. И мы видим в барах, когда сидят огромное количество молодежи, ничего не делающей, но имея деньги, вот они ходят, у них разгульный, развратный образ жизни. Они не знают, как себя применить, почему? Потому что один, либо оба родителя, к сожалению, вынуждены работать за границей, присылать бабушкам, дедушкам. А бабушка и дедушка не могут найти общий язык с тем молодым поколением, потому что проскочили, родители-то уехали, а они не могут достать, внедрить те ценности, которые необходимы. И вот эта огромная проблема, то, что президент инициировал этот форум, это очень благое дело для республики и важнейшее мероприятие. Ну, вот вы начали говорить о Германии, а я хочу сейчас цитату одну предложить вашему вниманию, тоже президент сказал, ее сегодня отиражировали, по-моему, все СМИ. Он обратился к нашим западным друзьям, вот что он говорил, да. Уважаемые партнеры, друзья, братья с Запада, мы хотим с вами дружить, торговать, ездить друг к другу в гости, с визами или без, но не навязывайте нам то, что нам не нужно. У нас никогда этого не было. И то, что у вас хорошо где-то там, это ваше внутреннее дело. Но не надо навязывать это нам здесь насильственно, против нашей воли. Конец цитаты. Получается, нам нужно устоять против некоего навязывания. Давайте вот так вот сейчас порассуждаем. Что имел в виду президент? Вот навязывание чего? Я хочу сказать, что президент, насколько я понимаю, говорил о консервативном отношении к жизни. Чтобы было понятно, что такое консервативное отношение к жизни, нужно взглянуть на, ну скажем, на любой университет. Университет, любое учебное заведение — это место, где хранятся самые важные знания, самые важные, собранные человечеством за века. Консервативность этого института в том, что он их обязан сохранить. Для того, чтобы их сохранить, мне надо, во-первых, воссоздавать кадры каждый год, людей, которые будут заниматься этим хранением. Мне нужно иметь передовую систему исследований, чтобы это можно было проверять, исследовать, двигаться дальше. То есть, грубо говоря, мне нужен мощный локомотив, который не потеряет ни один вагон, который существует вот в этой цепи. И вот консервативность, она всегда в этом смысле требует внимательного отношения к тому, что мы называем наследием, к тому, что есть традиции, к тому, что есть мы сами. Отношение к семье, вот в данном случае, одно должно быть высоко консервативным. То есть, чтобы было ясно, консервативный человек — это не человек, который там живет только в прошлом. Это человек, который хранит новизною ту важнейшую свою часть жизни. Так что навязывает-то нам? И вот я хочу сказать, что навязывание — это все то, чего никогда ни в одном из этих наших вагонов не было. Не обязательно, что все хорошее было. Мы должны понимать, что вполне нам могут навязывать и добрые вещи. То есть, например, почему бы не перенимать опыт хранения чистоты, опыт хранения красивого устройства города, чтобы людям было где гулять. Это очень важно для семьи. Кишинев совершенно плохо приспособлен для мам с детьми, очень плохо приспособлен для массы вещей коллективного характера. Это нужно принимать с удовольствием. Но когда тебе предлагают в твою традицию внести то, что никогда в жизни, в твоем опыте не являлось правдой. Например? Ну, например, когда вам предлагают толерантное отношение, причем словом толерантность подменяют человеческую любовь и заставляют тебя быть терпимым к тому, о чем в принципе даже в нашем языке нет слов. То есть тебе предлагают потерпеть то, что всегда было неприлично даже об этом говорить. Когда тебе предлагают под видом великой новой формы свободы, новую форму союзов между людьми. То есть это даже язык не поращится браком назвать. Когда там предлагают принять как данность, и видите ли это доказательство свободы, что мы будем принимать союзы мужчин с мужчинами, женщин с женщинами, с животными, с чем угодно. Причем как красиво это преподносится. Молодому человеку ведь это приятно. Тебе говорят, почему ты такой дикай? Ты что, не хочешь быть свободным? Вот весь свободный мир давно понял, что это нормально. То есть это и есть свобода. Конечно. И вот под этим соусом в твой мир обманным путем пытаются привить какие-то расточки, у которых нет фундамента, нет почвы в этом мире. И это называется внесение тех ценностей, которые мы условно называем альтернативными, чужими и прочими. И вот для того, чтобы организм мог в реальном действительно времени отсеивать зло и добро, потому что в этих нововведениях может быть и доброе, я не спорю с этим, но только здоровый организм, имеющий сопротивление, сможет сопротивляться. Здесь, по-моему, еще ключевое слово навязывание. Даже если это доброе, то вот мне кажется, как-то вот навязывать, да, здесь не очень оно подходит вообще. Как вы поняли вот это навязывание, вот что имел в виду президент? Лиля. Ну, я думаю, что именно, я абсолютно согласна с отцом Виталием, именно навязывание, чтобы мы как бы уважали и толерантно относились ко всем этим, ну, имею в виду парады, которые у нас происходят, люди, которые выходят против этого, и церковь тоже. Игорь Николаевич глубоко религиозный человек, и он всегда будет отстаивать наши ценности, и ценности семьи, и нашей культуры, и нашего общества. Я уверена, что речь в этой цитате именно об этом. Спасибо. Господин Альянсов. Вы знаете, наше общество, оно в моральном смысле слова, оно изнасиловано вот этим соглашением, подписанием соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Изнасиловано. Почему? Желание молдаван и голоса за проевропейские партии это показывают, жить как немец и как француз, имеется в виду богатство, роскошь, достаток, возможность перебрать автомобили, квартиры, путешествовать и так далее. Это вот спекулировали на желание молдаван жить богато как немцы и заставили нас подписать соглашение об ассоциации. Одно из условий подписания соглашения об ассоциации была легализация закона равенства шансов, как его называют, то есть уравнивание гомосексуальных и сексуальных меньшинств. Хотя никакой дискриминации, к примеру, мы общались как-то на одной из передач с этими представителями, они мне так и не смогли привести пример дискриминации. Вот нас молдаван обманули. Они сказали, ребята, вот вы хотите жить вот так вот. Во-первых, если говорить с экономической точки зрения, никто же не читал соглашение об ассоциации. И нас обманули на том, молдавану сказали, ребята, будем жить как немцы, но вы примите вот это. Они вынуждены принимать вот это. Давайте вспомним, как развивалось само вот эти сексуальные меньшинства. В 1974 году, когда состоялся первый марш в Нью-Йорке, просто интересовался этот тем, подготовились к предыдущей передаче, достаточно приличное движение было. Ребята в костюмах, ну, они гордились тем, что у них однополая любовь. Они защищали, тогда было уголовно наказуемо. И они просили убрать уголовную статью и так далее. Во что это превратилось? После того, как выросло несколько поколений, после того, как убрали моральный стержень, после того, как перепрограммировали людей, эти марш, они уже не проходят в костюмах, красиво, просто люди прогуливаются. Они приходят с фаломитаторами розовыми, с наручниками, с намордниками, с собаками, когда человек одет, одевается в собаку. Это произошло от отсутствия абсолютной свободы, мораль и нравственности перерастается в дикость и животность. Как в мракобесие. Вот это в мракобесие перешло. И вот нас, молдаваны, обманули. И вот эти вот ценности специально нам навязывают, не спрашивая нас. Все, мы подписали соглашение об ассоциации. Кроме того, давайте вспомним, что Государственный департамент Соединенных Штатов Америки с 2008 года, защита педерастей по всему миру, это официальная, повторюсь, официальная позиция Госдепартамента и возможность влиять на те страны, которые не угодны. То есть вот такая вот мировая гегемония, вот дубинка, вот когда тебе не нравится страна, ты всегда можешь дать по голове. Если страна, как Саудовская Аравия, хотя там этих обезглавливают, но ты с ними сотрудничаешь, их никто не трогает. Вот нас обманули. Мы должны были осознать, что мы подписываем, что мы делаем. Без нас нам навязывают чужие ценности. Без нас нас перепрограммировывают. Я понимаю, не все считают, что нас обманули. Например, некоторые знали, что так будет. И даже когда прогнозировали, что так будет, и говорили об этом, но это несколько другая история. Тем не менее, он затронул очень важную ведь тему. Тему однополых браков. Смотрите, как у нас это происходит. На данный момент мы ждем толкования конституционного суда. Потому что такие вопросы, окончательное слово, во всех странах, оно за конституционным судом. Мы ждем, мы понимаем, но мы также знаем, что если бы, ну не знаю, лет 20 назад сказали, что будет принят закон о равенстве шансов, никто бы не поверил. Вот просто не поверили бы, говорили, у нас такого быть не может. И тем не менее, это произошло. Поэтому мы не понимаем, каков будет этот вердикт нашего конституционного суда. Что в конечном итоге скажет он про эти однополые браки. Да, потому что, да, у нас вот уже по шагам, именно уже вот до этого мы, собственно говоря, дошли. И в этом весь ужас, что мы не знаем, что это, что произойдет. С другой стороны, есть замечательный пример в Румынии. На прошлой неделе там депутаты проголосовали за то, чтобы в Конституцию необходимо внести изменения, где бы брак был очень четко оговорен, что это союз мужчины и женщины. Да. Смотрите, Румыния, страна ЕС. Да. Со всеми их стандартами, со всеми вот этими вещами, которые отсюда проистекают. И они уже доходят практически до референдума. И все знают результат этого референдума. В Венгрии та же ситуация. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Да. А вот у нас происходит то, что происходит. Скажите, у вас есть какие-то опасения по поводу того, как может повернуться законодательное поле у нас? Ну, я хочу сказать, что вот за последние там, за последние несколько лет, наблюдая решение Конституционного суда, у меня самые худшие опасения по отношению этого органа, который стал волонтаристским, который провозглашает какие-то вещи только потому, что, видимо, им так нравится их провозглашать. Я не сильно понимаю в юридических вещах, но я понимаю, что даже с точки зрения простого обывателя меня не устраивает доказательство по принципу, что мы так решили, нам это нравится. На самом деле, мы, говоря сегодня о семье, должны вот что понимать еще, очень важным и серьезным образом. Мы живем в стране, которая бесконечно реформируется. Реформы, реформы, реформы. Это просто уже начинает бесить, потому что ни в одном мире невозможно жить в состоянии реформ. Это бред собачий. То есть ты должен либо жить, либо пройти эти реформы с какой-то нормальной скоростью, приемлемой. Более того, добавим, что за эти годы мы не видим изменений в лучшую сторону. Вот за все годы молдавской независимости, ну, может быть, годы Воронина, они были похожи отчасти, особенно его первый срок, он был похож на то, что вот у нас есть шанс какой-то. Вот мы вдруг можем стать страной. Из государства вырасти до понятия страны. Этого не произошло. И мы видим, что все советы, которые надавало западное общество, все их ресурсы, которые были брошены в виде помощи, миллионов и миллиардов долларов, они привели к праху какому-то ужасному. То есть мы стоим на пепелище хуже, чем эти 30 лет назад. Соответственно, отсюда и недоверие, и к этим институтам, и удивительное, действительно, навязывание этих ценностей, потому что защищают именно их. Это уже начинает бесить, что приезжают всякие, понимаешь, деятели, европейцы, американцы, и вот главное, что их интересуют, это вот эти свободы. Понимаете, конгресс может поддерживать, что вот про семью никто не скажет слова. 9 мая не с ветеранами пойдут, а пойдут американские посолы с ЛГБТ в день Европы. То есть, соответственно, я вижу в этом вызов. Почему именно это выбирается технология? И совершенно я согласен с Александром. Посмотрите, технология ЛГБТ, мы ведь только сейчас начинаем понимать, что это просто политический инструмент давления. Это гениальная штука, когда ты приходишь в любую страну, и говоришь, ах, у вас проблемы с ЛГБТ. Мы вообще стреснем санкциями, вы недолюди, вы недочеловеки. И нам постоянно талдычут на европейских ценностях, но спроси любого этого вшивого политика, простите так уже за слово политик, вот как бы и спроси его, ну назови мне одну ценность, одну, которая у нас, у молдаван, отличается от европейской. Или назови мне одну, кроме гомосексуализма. Вот выкинув эту главную европейскую ценность, назовите мне ту ценность, которая нас отличает. Нету таких ценностей. Мы живем в христианской парадигме, хотим мы этого или не хотим, верующим или неверующим. Это основа нашей культуры. И семья занимает в этом месте самую главную доминанту, потому что посмотрите, что творится. В первую очередь, искорежив страну, вот с этими политическими плясками и танцами, мы добились развала семей. Это хорошая ситуация, когда 9 лет люди, муж и жена, живя на расстоянии, сохраняют чувства. Вот именно. Миллионы людей во всем мире просто рушат все свои отношения. Самое страшное, что в этой ситуации мы перестаем рожать детей. Мир, где не хотят рожать детей, это чудовищный мир. Это мир людоедов. Почему западный мир в том числе принимают и в таназию, и так далее? Потому что старики мешают. Ну, культурно как-то это неприлично сделать. Давайте их культурно убьем. В принципе, мы культурно не будем рожать детей, потому что это дорого. А рожать мы их будем после 30 лет, когда мы уже болеем всеми болезнями. И так далее, и так далее. Мы вымираем. То есть фактически это игрушка богатых мира сего, которые развлекаясь, очень активно развлекаясь, потому что это тема вообще богатых людей, разврат. Эти люди, пытаясь втащить весь мир за собой в эту молотилку денежную, кошмарно развратную, их не интересует наша судьба. Кого это и в Европе интересует судьба этих несчастных молдаван? Нас просто превращают в непонятное поле, где топчутся самые уродливые вещи. Мы должны противостоять, если нас сотрут. Нас не будет. Александр, вот мы должны противостоять. Ну, вот вопрос в плане законодательства. Смотрите, мы ждем решения конституционного суда. Мы говорим сейчас какие-то, может быть, не очень лицеприятные вещи. Мы можем посмотреть на это и с другой стороны. Есть решение европейского суда по правам человека по поводу однополых браков. Не одно решение, у них было несколько. Значит, да, много было решений, но, понимаете, когда такой, значит, орган юрисдикции на европейском уровне принимает такие решения, то считается, что автоматом обязательно к исполнению во всех странах членов Совета Европы. Молдовы член Совета Европы. У нас, очевидно, ну, нет, наверное, такого голоса, чтобы мы прям так громко сопротивлялись, и вот так, как сделали эти румыны. Но страшновато. То, о чем я сказал, когда мы подписали соглашение об ассоциации, мы оптом взяли на себя обязательство перенять все законодательство Европейского Союза и обязались выполнять его, в том числе и в отношении однополых браков и так далее. Это, на самом деле, очень страшно, особенно учитывая, что наш самый гуманный конституционный суд, как скажут, так он и сделает, к сожалению. И мы по молдавскому языку, хотя в Конституции указан молдавский язык, мы видим, что они взяли, обозвали румынским. Очень абсолютно неправильно. Я здесь пытаюсь рассуждать с точки зрения политики, то есть с точки зрения государства. С точки зрения юриспруденции вы согласны, что вот эти вот моменты, о которых я сейчас говорила, да, о юридических обязательствах. С точки зрения юриспруденции мы подписали соглашение об ассоциации, мы обязаны внедрять его у себя. И как страна, член Совета Европы, мы обязаны выполнять решение Европейского Суда по правам человека. Безопасности своего собственного государства и президент как гарант конституции и гарант республики Молдову. То есть абсолютно понятно, если будут внедряться однополые браки и так с уже неустойчивым, слегка разбитым обществом, общество, которое вот мы видим по примеру маленького ребенка, где родитель, один родитель за границей, это отец за границей, либо мама за границей. Это еще больше ухудшит ситуацию. Это еще больше разобьет ситуацию у нас в республике. Ведь поймите, семей, ячейка общества без нравственности и морали, вот для чего вообще это все продвигается? То есть мы, как говорили, ЛГБТ, ну, во-первых, это очень удобная политическая дубинка в качестве геополитики, но самое главное другое. Вот этот ученый, он сейчас гнобится в Соединенных Штатах Америки, когда было проведено достаточно серьезное исследование. Вот я жду сейчас, мы с женой ждем третьего ребенка. Я не буду тратить деньги дополнительно на какую-то роскошь, потому что у меня третий ребенок, у меня две девочки и жду еще одну третью девочку. Поздравляем вас. Еще одна девочка, поздравляем. Три девочки, да. Заранее не принято, но тем не менее. Я не буду тратить на что-то, на новый телевизор, на новый, только если это очень необходимо мне в качестве работы или что-то. А пара педерастов, простите, или лесбиянок, она, помимо того, что они хорошо зарабатывают, они очень много тратят. И было серьезное исследование, которое доказало, однополые пары, ну, куда у них детей нет, куда им, они все тратят. Они очень удобный потребитель, они биоробот, потребляющий все, что ему скармливают огромной корпорацией. А дальше раздается еще один бизнес. И мы видим по странам Северной Европы, в основном скандинавские страны, ну, южные страны, в силу своего темперамента, Италия, Испания, они более традиционные в плане семьи. А в Северной странах у нас есть такое понятие, как ювенальная юстиция, когда за то, что мама пересолила суп, либо накричала на ребенка, ребенка изымают из семьи, и, грубо говоря, продают в семью, в однополую семью, которую та пытается, ну, как минимум, один ребенок. И вот это очень опасно. И мы ювенальную юстицию, подписав соглашение об ассоциации, Молдава нам не сказали, когда мы подписывали, они не сказали, ребят, вы хотя бы ознакомьтесь, что вы подписываете. Мы взяли на себя обязательство внедрить в том числе и пункты по ювенальной юстиции, когда мамаша, которая прикрикнула на ребенка, либо папа дал, если ребенок совсем уж распоялся от ремня или по жопе хлопнул ладошкой, его имеют право, согласно тому законодательству, изъять из ребенка и отдать сначала в центр распределения детей, а потом уже в другие, в том числе, однополую семью. Лилия, вам слово. Вот вы слушаете, вы еще и представитель богемы, я знаю, вот, наверное, тоже обсуждаете, да, вот эти все вопросы. Вот что вы думаете по этому поводу? Ну, вот именно я уже ознакомившись с теми моментами, которые в конституционном суде, я теперь понимаю, что это цитата, высказывание Игоря Николаевича, конкретно к этому закону, который на рассмотрении. И, конечно же, я хочу верить в то, что он не будет принят в нашей стране, ссылаясь на нашу соседку Румынию, ведь она является по многим-многим векторам развития просто лакмусовой бумажкой для Молдовы, и мне очень хочется верить, что именно вот тот референдум, который пройдет в Румынии, и понятно, что они отрицательно отнесутся к этим бракам, именно послужат для нас тем примером, именно для тех проевропейских партий, которые держат вот этот курс проевропейский. Хорошо. На этом форуме президент объявил 2019 год годом семьи. Так, и кроме всего прочего, он предложил запретить гей-парады. У меня один вопрос насчет гей-парадов. Это реально? Я не вижу, к сожалению, пока что хорошего, серьезного рычага противостояния. Тем более, что, скажем честно и справедливо, что большая часть нашей молодежи, она спокойно и достаточно свободно принимает сегодня такие нормы жизни. Время сделало свое. То есть, молодежь не видит в этом никакой проблемы, считает, что в толерантности есть как раз тот самый элемент свободы высокой, и так далее. И поэтому, для того, чтобы нам противостоять людям традиционным, консервативным, вот такому либеральному безобразию, у нас существует один-единственный выход. Нам нужно строить по-человечески жизнь в своем обществе. У нас нет другого выхода. Наша страна за долгие годы, вот выбрав либеральный курс, он был во многом антирусским. Это было совершенно очевидно. Это был курс проевропейский, как попытка отшвартоваться, как называется сейчас, от каких-то там берегов. Это был, соответственно, автоматом курс антинародный, потому что логика простого человека понимает, что это все неправильное безобразие. И вот тот мир, который мы прогнозировали, он наступает. Мы прогнозировали ухудшение жизни, мы понимаем, что действительно мы умираем, что нас будет меньше, 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 меньше. Мы понимаем, в том числе, что наша молодежь будет подвержена вот этому влиянию. Это гораздо понятнее современным людям, потому что это некая форма того мира, который им предлагают как картинку. Он действительно красивый, вроде завораживающий, дорогие машины, красивые Мерседесы. Особенно в том мире мы пока никто, нам доверили, так сказать, мыть колеса этим машинам пока что, и там вытирать инвалидов. Но тем не менее, вот этот обманный пункт, этот агитпункт европейский, он работает. И современный молодой человек, он, глядя на всю эту поп-культуру, массовую культуру, он, конечно, вовлекается в эту жизнь. Выход у нас один. Действительно, надо не год объявлять семье, а надо все ресурсы и всю жизнь государства посвящать семье. Это должны быть беседы в школах. Вот в том числе и навязывание, которое нам предлагается, мы должны навязать обществу нравственность. Вот как не страшно звучит это по-идиотски, я бы сказал, но нравственность надо навязывать. Да, как-то звучит не очень навязывать. Но нравственность надо навязывать, иначе человека не отучишь гадить в лифте. Может быть, лучше воспитывать, скажем так. Это тоже навязывать. Фактически, человека надо заставлять быть человеком. Это сложнейшая штука. Для этого существует головный кодекс. Когда кто-то посторонне кому-то говорит и начинают подростки, что вы меня воспитываете, да? Это навязывание он отталкивает. Совершенно справедливо. Раньше же были курсы этики в школе об этом. Как минимум, небольшие это ненравственность, но как минимум, мужчина должен подать женщине руку, помочь отнести тяжело. Раньше это же воспитывалось и в школе преподавалось. Были такие моменты. Для этого, как это не страшно для меня, от самого как для священнослужителя, вот об этом думаю, у руля государства должны стоять люди-государственники. Не политики, болтуны, которые какую-то выгоду свою ловят, на ненависти свои живут. А должны быть государственники. Пусть он будет вором, я соглашусь. Это мне не так страшно. Главное, чтобы он не был кровопийц. Знаете, как Брот сказал? Все наместники ворюги, но ворюга мне милее, чем кровопийца. Я приму любого вора, который будет любить свой народ. Вот даже так я вам скажу. Я так не скажу. Я не приму вора. Не любого вора, потому что у меня, наверное, к политикам больше требований. И самое, наверное, здесь важное, что есть такие люди. Просто вопрос в том, доходят ли эти люди до руководящих постов. В том числе не только партийных, но я сейчас говорю о правительстве, о других вещах. Давайте вот с вами поговорим по поводу возможностей запрета гей-паратов. Президент выступает с такой инициативой. Но я не помню, чтобы кто-то из правящей коалиции, по-моему, только господин Гелецкий. Вот он стойкий противник этого всего. А остальные-то вот мы не слышим от них этих слов. Так значит, это нереально? Господин Гелецкий, если бы он был, скажем так, принципиальным сторонником христианских ценностей, он должен был выйти из этой партии и больше не принимать участие в деятельности этой партии. Это, знаете, как представители криминального мира, которые, когда сидят в тюрьме, понятно, что у них представители гомосексуалистов, это нижающая каста, неприкасаемая и так далее. Но, тем не менее, в тюрьме очень много голосовали за Филата. И мы помним в 2014 году, мы помним, когда Филат, были данные, когда они раздавали, мы видели видео, как они с криминальными авторитетами. Вот мне интересно, что тогда криминальные авторитеты после этого сказали, когда Филат внедрил вот это соглашение об ассоциации закон о равенстве шансов. Что такое гей-парад? Гей-парад – это программа переформатирования мозгов всего общества. Это проверка на терпимость. То есть сначала, вот мы видим, как первые гей-парады, попытка проведения гей-парадов у нас в Кишиневе. Если вы помните, когда автобус закидали камнями, яйцами. Мне здесь ближе позиция отца Виталия, который говорит, что это проект абсолютно четкий, политический, это не проверка общества, это проект, это внедрение, я считаю. Естественно. И деньги здесь играют очень большую роль. Это программа переформатирования. Почему? Потому что сначала они насильно будут каждый раз проводить гей-парады. Мы подписали соглашение об ассоциации. Плюс Европа что говорит? Мы вам денежку не дадим, очередной грант, пока вы не проводите гей-парад. В итоге у нас 3000 полицейских охранят, 200 человек. Для чего? Ради самого гей-парада? Нет, для того, чтобы общество привыкло к проведению гей-парада. Для того, чтобы общество сказало, ну ладно. Потом они начнут раздеваться, потом они начнут фалламитаторы, потом начнут кольца и так далее, и так далее. И общество начинается саму терять свою основную ценность, вот семейные ценности. И для этого это гей-парады необходимо запретить. Чем ты выходишь, хвастаешься? Фера-фрика, фера-фрика что? В том, что ты педик? Давайте не так выражаться. Можно я одну реплику брошу? Пожалуйста, нас координационный совет внимательно отслеживает. Я просто добавлю, я понимаю всю эмоциональность, и я, может быть, тоже бы такие же реплики бы отвесил. Но я хочу вот о чем сказать. У нас нет действительно юридического аргумента против гей-парадов. Вот это надо понимать. То есть сегодня мы находим ситуацию, когда мы не можем запретительной мерой действовать. Это невозможно. Есть законы и так далее. То есть юридическая правда на их стороне. Они активно этим пользуются. Юридическое право. Да, скажем так, так лучше. Да, так лучше, согласен. Огромные деньги получают они от страдающего за несчастную судьбу молдавских ЛГБТ, шведского народа. Видимо так, они страдают за них. То есть у нас есть только нравственный аргумент, который ни один суд к рассмотрению не примет. От того, что мы скажем, что, ребята, это недостойно человека, от того, что это недостойно христианского. Они скажут, что христианство вне политики, вы светское общество и так далее. У нас нет аргументов. Отец Виталий, для этого нужно аннулировать вот это соглашение об ассоциации, как-нибудь пересмотреть и аннулировать полностью. Совершенно дело христианских политиков, христианских политиков, добиваться аннулирования этого соглашения. К сожалению, в этом парламенте это маловероятно. И мне так кажется, исходя из нашей беседы, из того, что творится в последнем обществе, из той критики, которой подвергся Конгресс СМИ... Мы сейчас поговорим, я вот сейчас хочу вас перебить, потому что Лилия совсем вот у нас уже заскучалась, все-таки женщине хочется предоставить слово. Вы вообще слушаете эти все разговоры, что думаете по поводу реальности, нереальности гей-парадов, запрещений? По реальности скажу так, я сказала дочери, что если мы сегодня будем говорить о геях, она говорит, у тебя же есть друзья-геи, которые музыканты, которые яркие люди, которых я люблю всей душой, потому что они, это тонкие струны, это люди большого таланта, но они никогда не выйдут на площади, они никогда не выйдут проводить эту пропаганду, это люди, которые это носят в себе. Мы об этом даже не говорим, поэтому я не понимаю вообще самого факта пропаганды и этих гей-парадов, ради чего, для чего выходить. У всех людей есть какие-то секреты, есть какие-то моменты в жизни, в семьях, да, мы же не выносим это, мы не показываем, как мы живем, поэтому для меня это просто нонсенс, вот эти парады, ради чего. И, допустим, то, что мы говорим в парламенте, я уверена, что, наверное, 98% против этих гей-парадов, но никто активно не выскажется против этого публично. Ну, может быть, потому что, проголосовав за этот закон, в принципе, они получили право пропаганды своих ценностей, хотим мы этого или не хотим, но, к сожалению, это так. Вы начали говорить, что критиковали сам Конгресс. Я действительно тоже читала некоторые нелестные отзывы, а почему вы так вот политизировали? Вот мы сейчас послушаем. Ну, не все это восприняли, обвинили в предвыборных, да, каких-то, значит, маневрах. Но сам, ну, больше всего, вот, например, знаете, что, как-то было обидно, когда на несостоявшемся визите патриарха Кирилла пытались сделать капитал, потому что сказали, вот, патриарх Кирилл, значит, он из-за политических каких-то своих, значит, разночтений не приехал. Давайте вот вначале послушаем Александра, не очень долго, хорошо, а потом вот я послушаю, что вы знаете, как священнослужитель. Вы знаете, из той критики, которую я увидела, она разделилась, скажем так, на два лагеря. Первое, это представители тех политических формирований, которые напрямую защищают представителей сексуальных меньшинств, они не стесняются уже там говорить, и они защищают, то есть они не понимают, как это проводится, как, например, с семьей. То есть для них это кощунственно, то есть защита нормальных ценностей для них уже кощунственно. Это то же самое, когда в уже переформатированной Франции, когда был митинг более миллиона человек в поддержку настоящей нормальной семьи между мужчиной и женщиной, этот митинг, миллион человек собралось на площади, этот митинг не показывали в средствах массовой информации. То есть до чего дошло? Вторая часть представителей и секты, как я их называю, любителей бриллиантовых россыпей в Роллс-Ройсах, у нас есть такой один кадр, который катается в Роллсах за 300 тысяч евро, они критикуют на том, что Додун якобы обманул. Ребята, его святейшество патриарх Кирилл дал свое согласие на приезд. Но из-за чрезвычайных ситуаций, православие сталкивается с огромным вызовом, с огромной бедой, наверное, отец Виталий может подробнее об этом сказать. И необходимо, и митрополита, кстати, тоже не было на конгрессе, потому что митрополит также был на Синоде в Москве, обсуждали вопрос автокефалии с церковными вопросами насчет Украины. Поэтому патриарх Кирилл не смог приехать, но он совершит визит, свой патриархальный визит позже совершит, в октябре. И здесь пытаться критиковать или находить, знаете, то, что, как говорится, не буду выражаться, это глупо. Это просто политическая борьба не должна заключаться в этом. Критикуйте наши действия, критикуйте нашу программу, критикуйте, но пытаться из-за того, что кто-то не приехал. Ребята, представительство на конгрессе было широчайшим. Госсекретарь Ватикана, Святого Престола присутствовала, 40 представителей стран присутствовало, и патриарх потом совершит визит. Но те партии, которые критиковали по своим ценностям прозападным, ну это понятно, они получают деньги, они вынуждены обслуживать своих хозяев, которые заказывают у них музыку. И то гражданское общество, вот мы видели, а, еще гражданское общество нас критиковало за проведение форума. Мне всегда хочется задать вопрос, а ты кто, чтобы меня критиковать? Я отец трех детей. Кто ты ничтожество, если у тебя семьи нету? Ты меня будешь упрекать в том, что мы проводим конгресс семьи? Ты сначала заведи свою семью, вырасти ребенка, а потом давай с тобой рассуждать, конгресс это плохо или неплохо. Ну, критика пошла, есть одинокие отцы или одинокие матери, которые имеют детей, child free, да? Да, движение. Это ячейка общества или это нечейка? Это ячейка общества, ну может быть, скажем так, больная, которую нужно лечить, нужно восстанавливать эту ячейку общества, но никак не такой критикой, ребята. Я поняла, я слушаю все это, отец Виталий, и уже абсолютно убеждена, что на сегодняшний день религия тоже становится таким политическим инструментом, и прям, мне кажется, с каждым годом это все, к сожалению, очевиднее и очевиднее. Разве не так? Вот о визите патриарха Кирилла. Так, бесспорно, религия бесспорно всегда была политическим фактором, в том числе, ничего в этом страшного, ничего в этом ужасного нет. Привет. Я хочу, знаете, какую внести духовную такую парадигму? Интересно. Смотрите, в Ветхом Завете, в библейском понимании, холостяка не брали на войну. Вот интересный момент. Человек, не имеющий семьи, не брался на войну. И я, там, когда читал эти строки, я понимал смысл, ну да, понятно, человек еще не родил детей, видимо, ему еще надо там завести семью, ему там... Оказалось, что все задавна вперед. Оказалось, что в понимании вот древнего там еврейского народа все было задавна вперед. Холостяка не брали на войну, потому что ему нечего защищать. Предатель, первый кандидат предатель. Он первый, кто побежит. Потому что, если ты знаешь, что там за спиной твоя семья, твои дети, твой дом, ты эту землю будешь грызть, ну ты с места не сдвинешься. И вот в этом смысле, Конгресс, чтобы было понятно, о чем мы вообще говорим, Конгресс, это не площадка, куда собирается толпа людей, Мария Дунария какой-нибудь, которая, понятно, что ничего не решает, а сидят три спикера и все там пишут. Конгресс, это площадка, куда приезжают люди, работающие в этой области. Это некая кузница мысли, если выразиться просто. Собираются люди, которые эту проблему носят, которые эту проблему знают, изучают и делятся докладами среди таких же специалистов и профессионалов. Есть, конечно, лицевая представительная часть, когда собирается политический, там, бомон, там, религиозный сидят вот люди. Но дальше Конгресс работает в группах, обсуждает серьезную тему, потом это издается как материал. Это некое нам тематическое пособие, чтобы мы, как люди, живущие в этом мире, видели реальную подборку взглядов, разных взглядов разных стран, разных культур. И понимали, что эта проблема действительно общая, вот делая свой вывод. В нашем же политическом обществе, вот я еще секундочку буквально хочу сказать, проблема в чем? Откуда эта критика нездоровая, дурацкая? У нас фактически общество разделено на две части. Первые, те, кто не хотят пути с Россией, называют себя европейцами. Есть там дальше чуть-чуть центристы, те, кто за какую-то, за самостоящую Молдову. И те, кто понимают, что наш путь вот с Востоком. Соответственно, как бы вот это разделение, оно и рождает всю композицию. Человек всегда там, где его сердце. И даже если мой враг будет говорить хорошие вещи, замечательные вещи, мне надо быть очень мужественным человеком, чтобы выйти из своего сердца и при моей ненависти и нелюбви к тебе сказать, что ты молодец. Ну тут такой момент, вот представители, вот мы говорим child free, да, и те, кто, возможно, не так к этому относятся прямо категорически. Но здесь другой момент меня, как бы сказать, не знаю, напрягает, что ли. Они отказывают в праве выбора и тем, кто выбирает семью. То есть они сами кричат о том, что дайте нам возможность выбирать, мы не такие, как вы, мы не так относимся к семье, мы видим семью по-другому. Но в то же время они отказывают в праве выбора другим людям. И вот это да, вот именно этот момент, то есть говоря о демократии, сами предпочитают поступать авторитарно. Это были стандарты того вала критики, пропаганды ЛГБТ, скажем так, спонсоров. Вот мы столкнулись с этим валом. И они абсолютно двуличны, и вот они своим словом пока, с одной стороны, они призывают критики к терпимости, но они сами жутко нетерпимы к нормальным традиционным ценностям. И они, их бесит просто, вот в прямом смысле этого слова, бесит, когда ячейка общества молдавского, общество укрепляется. Следующие парламентские выборы, на мой взгляд, будут между нормальными здоровыми силами, которые выступают за развитие республики, создание нормальной семьи мужчины и женщины, и сторонникам ЛГБТ-сообщества. Лиля, вот этот вопрос очень вам хочется именно задать. Вот смотрите, мы сейчас говорим о том, что изменилась роль семьи, и вот что, да, она всё-таки эволюционирует. А может, это потому во всём виновата женщина? Потому что женщины начали занимать в обществе иную роль. Женщина, сделавшая карьеру, это уже далеко не редкость. И в семьях женщины занимают роль и добытчицы, и берут на себя и мужские какие-то. А это влечёт за собой тоже изменение отношений между мужем и женой. Вот ваш комментарий, мне интересно. Хочу проинформировать, что я не замужем, и у меня неполная семья. Я мама, которая всю жизнь воспитываю одна дочь, поэтому эту модель как женщина, жена и муж, и где жена как-то при статусе, при популярности, не могу прокомментировать. Но всё-таки, да, сегодняшняя тенденция, то, что женщина сильная, эмансипация отложила. Да, свой отпечаток. Свой отпечаток. И женщины, которые успешны и много зарабатывают, и этим давят мужчин, их эго, наверное, причины... Что-то есть. Да, конечно, есть. Александр, вы о женщинах, конечно, должны сказать. Женщины, вот атака на личность, в том числе женщин, начала же не сейчас, ещё раньше с помощью вот вала эмансипации, пропаганды эмансипации. А права, то есть борьба за права женщин и эмансипация, оно уже совсем разные вещи стало. То есть одно дело, когда раньше женщина была бесправной и не имела права голосовать даже, то есть и предоставить ей право голоса. И другое дело, когда женщина становится, считает себя высшей мужчиной, и она теряет свою стандартную черту характера. То есть она и мужик, и баба, ну грубо говоря. То есть сама женщина-то поменялась. Женщина поменялась. Женщины почему-то становятся... Знаете, вот какой у нас теоретип внедряется на телевидении? Женщин обязательно 2 метра, ноги из ушей, с силиконом пятого размера? Ну вот как у нас телевидение пропагандирует? А это кто хочет? Господа, концерны, которые занимаются производством косметики, фитнес-индустрии, это же огромные деньги, которые тратят женщин. Это же тоже пропаганда. Женщиной надо быть. И сейчас на Западе, и слава богу, набирает популярность нормальных женщин, которые борются за права, они говорят, быть эмансипированной женщиной и простой женщиной, которая не боится рожать трех детей, это абсолютно разные вещи. Женщины все нормальные, я настаиваю на этом. Отец Виталий, ну смотрите, да убоится жена мужа своего. Так вот нас в религии, православии. Но все-таки жизнь-то идет, и мы видим, что женщина не только убоится, но у нас в это же самое время она не боится работать, она не боится рожать троих детей и при этом делать карьеру, господин Одинцов. Поэтому вот мне ваш комментарий интересен. Я хочу сказать, опять-таки, вот то, с чего я начал, что все человеческие истины не приложены. Вот то, что о человеке сказано как правда, будет во все века правдой. Именно поэтому мы легко читаем книги 10 века, 12, 15. Мы понимаем, что люди одинаково страдают, одинаково болеют, одинаково мучаются. Мы понимаем людей 10 века. Мы не так сильно изменили, чтобы не понимать их проблематику. И вот говоря о семье, мы эти недоумения должны действительно разрешать. И христианское, вот замечательно, вы привели эту цитату библейскую, замечательно, а жена добоится своего мужа, говорит апостол. Но мы должны понимать, что страхи бывают разные. Есть в том числе и страх потерять любовь. И это страх хороший. Вот когда речь идет о том, что жена добоится своего мужа, это то же самое, что бойся Господа своего. То есть бойся, что ты потеряешь с ним любовь. То есть бойся, что ты потеряешь с ним связь, отношения, и это тебя вернет в кошмар. Не бойся, что он тебя треснет кулаком по башке. Хотел бы, треснул бы хоть сегодня. И вот мы должны понимать, что христианская семья, это семья, которая традиционно росла в нашем мире, в нашем обществе. И именно благодаря этой семье мы получили огромное количество достойных людей в этом мире. Но и уродство рождается в семье. То есть это очень сложный механизм, который может повлиять на человека как рай и как ад. И в мире, где меняется все, действительно, женщины эмансипируют. Вот у нас третья волна феминизма нас настигла. Мы должны все-таки свой ответ перед миром держать. И в том числе отстаивать свою правду. Мне очень понравилась мысль Саши, когда он сказал, что противников поразила сама мысль проведения конгресса Сибири. Вот конгресс ЛГБТ, это понятно. Это все замечательно. Да, это никого не пора. Это наоборот, это очень модно. А мы тут какое-то документальное... Это уже привычное дело. Ну как в том анекдоте. Мы, видимо, документальное кино снимаем, не художественное. В художественном мире этого уже нет. И вот именно для меня это главный, что ли, лейтмотив. Мы должны обсуждать и изменение положения женщины в нашем мире, и изменение внутри семьи связанной, но в рамках обсуждения самой темы семьи. Я за любое обсуждение, за любое внесение в эту тему всего чего угодно. Но только в этой теме. Потому что иначе мы, получается, вступим в тот мир нетрадиционный, где не просто невозможно исторически доказать, что он может отформатировать здоровым человеком. А более того, мы можем посмотреть уже сегодняшнюю статистику вот этого мира, который грядет, и увидеть, что в нем все неблагополучно. А главный вопрос мы себе должны задавать. Счастливы те женщины, которые вот в своей карьере добиваются всего, но лишают себя там материнства? Счастлив ли тот мужчина, который гнобит свою жену? И так далее. Счастливы эти дети, которые в том мире или в том мире? Это главный вопрос, который человек к себе обращает. И вот конгрессы подобного толка, они гениально для этого и сделаны, чтобы мы слышали миллион этих мнений, читали их, постигая, и понимали, где же мое место здесь. У нас три минуты до окончания эфира. По минутке хочу вам предоставить, потому что мне кажется, что вопрос имеет право на существование. Какая эволюция ждет традиционную семью в ближайшем будущем и семейное законодательство? Ваши прогнозы. Одну минуту. Лиля. Я всегда оптимистка. Я уже высказалась по поводу наших соседей и на те радужные мечты в хорошем плане в нашей стране, что все-таки Конституционный суд не примет этот закон. Не даст такой толкан. Не даст ход. Правно полный брак. Я видела вас так, как-то оно вас тревожило. Отец Виталий, эволюция семьи. Интересно вас послушать. Я, как христианин, понимаю, что мир закончится неблагополучно, все-таки будет апокалипсис. Все-таки мы проиграем битву. Видимо, битва нами будет проиграна. И я, как высокий оптимист, как и Лиля, я высокий оптимист. Я понимаю, что у нас нет надежды. В этом мой оптимизм, на самом деле. В то же время я отвечу словами Бориса Борисовича Гребенщикова, очень богословскими словами. Он в одной из песен спел «У нас нет надежды, но этот путь наш». Для меня это самое важное. Отстоять самого себя. Потому что в конечном итоге мы все умрем. Я вас хочу обрадовать. И каждый из нас перед Богом даст свой ответ. Что ты делал в этой жизни? Ко чью жизнь ты покорежил? В чью судьбу ты был миром и любовью? И вот я надеюсь, что наша забота о семье, труд нашего президента, любим мы его, не любим, считаем ли мы его человеком-плохотнюка или не человеком-плохотнюка, считаем ли мы вообще плохотнюка человеком. Неважно. Вопрос самый острый в том, что мы должны поддерживать любое доброе начинание, которое соответствует резонированию моего сердца. Спасибо. Минутка, если можно. Я очень надеюсь, что в ближайшем будущем семья останется традиционным, так как она есть, любовью между мужчиной и женщиной. И именно плод этой любви способен рождать новых людей, детишек. Я могу сказать насчет моей семьи. Мы с женой стараемся, мы любим друг друга, и на примере своей любви мы своим детям, своим дочерям показываем, какой должен быть человек, какой должна быть женщина. И я, как мужчина, стараюсь выполнять роль мужчины. Женщина должна понимать свою роль, не ущемление, как многие думают, а мужчина должен понимать свою роль, защитника, добытчика и так далее. А женщина так, это тот человек, то целое с мужчином, который создает уют, очаг и иногда приструнивает мужчину, потому что мужчины по природе своей горячи и так далее. Я очень надеюсь, что политические силы в республике найдут в себе силы избавиться от АКО, денежных вливаний Сороса, Йосейда и так далее, и подумать на будущее. Молдова умирает. Знаете как, вот два человека, муж и жена, муж и жена, если они родят по одному ребенку, у этих детей появляется только один ребенок. Все, мы умрем. Мы должны... Семья должна развиваться. Семья должна рожать детей. Молдова должна развиваться. Помню, что мы разные. Мужчины и женщины разные, и поэтому друг друга любим. Совершенно верно. Я не могу полюбить такое же, как я. Я могу только другое полюбить. И вот это тайна. Я благодарю вас за беседу, она мне показалась насыщенной. Думала, как закончено, вы мне помогли. Вы начали цитировать Гребенщикова, а тогда процитирую я. Тоже его же словами. Но чтобы стоять, ты должен держаться корней. Потом про Чуковского сказал. Вот, понимаете. И для нас наши корни, это все-таки наша традиция, это наша вера, и это наша семья. Спасибо вам большое. Приходите к нам еще. Вы смотрели программу «Полюс». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин